Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. За всю историю существования фестиваля Манны, а это уже 16 лет, многие из наших программ были сняты в Святой Земле, потому что часть нашего призвания — учить людей о еврейских корнях христианства и библейских предсказаниях, а также показать, что Новый Завет скрыт Ветхом. Но сейчас я нахожусь в Иерусалиме, на римно-католическом кладбище, которое еще называют латинским, недалеко от горы Сион. Вернее, на склоне горы Сион. Я приехал сюда ради особого учения. Справа от меня и слева от вас находится могила очень известного человека. Широко известным он стал, когда о нем сняли фильм. До этого фильма я никогда о нем не слышал. Его имя — Оскар Шендлер. Мы находимся на кладбище, с одной стороны — могилы польских солдат, надавших свою жизнь на войне. А рядом со мной — могила Оскара Шендлера, чья история настолько удивительна, что они сняли фильм. Я буду говорить не столько о нем, сколько о причинах Холокоста, о причинах ненависти, которая побудила группу людей уничтожить 6 миллионов человек из одной этнической группы. Итак, Оскар Шендлер был бизнесменом. Он имел в Польше фабрику, изготавливавшую кастрюлю из коврога. Когда началась война, немцы хотели, чтобы он превратил фабрику в военный зелод. Он так и сделал, но сказал, что для этого ему придется взять на работу сотни людей. И он взял на работу 1200 евреев — мужчин, женщин и детей. И они стали работниками его завода в Польше. Как результат, когда война закончилась, оказалось, что благодаря своим методам и идеям он спас жизнь 1200 людям. Так он стал героем для евреев. Некоторые дети, чьи жизни были спасены благодаря работе на его фабрике, позже переехали на Святую Землю. Один из них стал судьей в Израиле, а другие стали бизнесменами. После войны Оскар отправился в Аргентину. Там он пробовал начать бизнес, который не был успешным, и поэтому он стал очень много пить. Однажды он приехал в Израиль, а потом снова вернулся в Аргентину. Если коротко, то вскоре он умер, но один из молодых людей, чью жизнь он спас на своей фабрике, стал судьей в Израиле. И он решил, что Оскара нужно почтить. Его решили похоронить здесь, в Иерусалиме, потому что если бы не он, то все те люди не были бы жены. Спустя какое-то время его тело привезли на это кладбище, и сегодня, его останки находятся здесь. Здесь написано его имя, дата рождения и смерти, а также число евреев, которые он спас. Одна тысяча двести человек, спасенных во время Холокоста. Я приехал сюда, чтобы поразмышлять над темой, которая волнует моим сердцем. Сегодня у меня нет конспектов, и со мной нет группы людей, которые сопровождают меня обычно, наша тургруппа. Я думаю об этом многие годы, особенно после того, как я стал приезжать в Иерусалим в конце 80-х. Здесь я познакомился с арабами, христианами, мусульманами, евреями. Я бывал в Иордании. Четыре года подряд мы летали в Иорданию с нашими зрителями. Потом мы стали летать в Телегих. То есть мы очень хорошо изучили эту территорию. Но больше всего меня озадачила одна вещь. Это тайна или загадка? Как ненависть может подняться в людях настолько, что они готовы мучить и убивать 6 миллионов евреев, лишь потому что они евреи? Во Второй мировой войне гибли не только солдаты, но еврейские семьи. Целые семьи. Матерей, отцов и детей, сажали в поезда. Ими набивали поезда, как скотом. Им приходилось часами стоять. Я читал, что когда им хотелось в туалет, то приходилось ходить прямо под себя, потому что некуда было пойти. Запах был ужасный. По сути, это была вонь. Поездка в этих поездах была ужасной. Но затем их привозили в концлагеря. Там их заставляли работать и почти совсем не кормили. Они получали лишь немного хлеба и воды. Взрослые мужчины через несколько месяцев становились скелетами, с которых свисала кожа. А если у людей были золотые зубы, то им эти зубы вырывали. У евреев забирали все их имущество. Нацисты приходили в их дома и забирали произведения, искусства и драгоценности, которые они там находили. Они отбирали эти вещи и их складывали в особые хранилища. Одно из таких хранилищ было найдено совсем недавно, но мне до сих пор непонятно, почему одна группа людей так сильно возненавидела другую. Во-первых, большинство войн в истории человечества происходили по одной из двух причин. Одна — это территория. То есть война за захват территории, чтобы получить землю или ее ресурсы. Велись войны из-за нефти, из-за бриллиантов и золота на территории Африки. Итак, война за территорию. Посмотрите на Америку. Стыдно признаться, но Чирокки и другие племена изгнаны с земли федеральным правительством Соединенных Штатов Америки. Из-за этого переселения 4000 индейцев умерли во время зимы. Они переходили из Теннесси в Оклахому и по пути просто погибали. Правительство это не волновало, потому что они хотели заполучить землю американских индейцев. Если в Америке нужно перед кем-то извиниться, то перед коренным населением, потому что они очень сильно пострадали. Вспомните гражданскую войну, как Южные Штаты могли объединиться, чтобы выйти из состава Соединенных Штатов Америки. А вдруг братья, родственники, стали враждовать настолько, что были готовы воевать друг против друга, убивать друг друга из-за различного оружия, а также брать друг друга в плен. Задайте себе вопрос. Что входит в сердце человека и заставляет его ненавидеть другого настолько, чтобы закрывать в тюрьму, мучить и убивать его? Это настоящая загадка и тайна. Люди многие годы занимаются изучением этого вопроса. И сегодня я хочу рассказать вам, почему, по моему мнению, ненависть прибывает на земле. Я не хочу ничего упрощать, давая вам какой-то простой ответ, я попробую копнуть довольно-таки глубоко. Итак, причина номер один. Это греховная премьера. Все люди в мире родились от одной женщины по имени Еба. ДНК исследования показали, что все люди произошли от одной женщины. Это научный факт. Они могли просто прочесть Библию, и сэкономить миллионы долларов, узнав, что все мы произошли от Ебы, или «Хавы», как называют ее здесь, на Святой Земле. Библия говорит, что грех вошел в мир через одного человека и вместе с ним смерть. Получается, что у каждого человека, рожденного на земле, есть греховная природа. Когда человек взрослеет, что-то происходит, и греховная природа начинает брать вверх. Хочу показать вам нечто интересное. Если в одну комнату поместить четырехлетнего еврейского мальчика из ортодоксальной еврейской семьи, девочку-мусульманку из Иордании, и маленького мальчика из христианской семьи, если поместить этих четырехлетних детей в комнату с игрушками, то вначале они будут присматриваться друг к другу, но со временем они начнут сидеть и играть вместе. Если нет языкового барьера, то они даже будут разговаривать друг с другом. Но если бы я взял этих же детей разного происхождения и отправил их к родителям, а христианка ненавидела евреев, еврейка ненавидела мусульман, а мусульманка ненавидела индусов, если бы родители начали учить детей, что им не стоит общаться с представителями определенной религиозной группы, то так они насаждают семя ненависти в сердце ребенка. Почему в Израиле нет мира? Потому что на Ближнем Востоке есть люди, которые хотят мира, но есть целая группа, которая мечтает об уничтожении Святой Земли, изгнании евреев с их местом. Поэтому взрослые люди, пережившие и участвовавшие в войнах разных годов, учат молодое поколение от той же ненависти, которая наполняет их сердцем. И вот к чему я веду. Одна из причин ненависти — это греховная природа. Когда человек взрослеет, наполняется знанием и пониманием, вполне возможно, что его сердце становится ожесточенным, как нам говорит Библия. Помните, Господь сказал фараону, «Отпусти мой народ». Он говорил это много раз, но сказано, что Господь ожесточил сердце фараона или допустил ожесточение его сердца. Я не могу объяснить вам причины ожесточенного сердца, но многие доктора и исследователи пришли к выводу, что у сердца есть свой мозг. Не такой мозг, как в голове, но у него есть эмоции, способность хранить знания. Эта информация была опубликована полтора года назад. Помните, Иисус сказал, «От избытка сердца говорят уста». Когда Иисус говорил обо всех грехах, исходящих из сердца, Иеремия, кстати, тоже говорил, что сердцем полно зла и лукавства. Бог всегда знал, что сердце — это не просто орган, перекачивающий кровь в вашем теле. Иисус знал, что в сердце содержатся эмоции, информация и чувства. Если люди не входят в искупительные отношения с Богом через Иисуса Христа, то их сердце остается в том же греховном состоянии. И чем больше они отворачиваются от Бога и от Его истины, то это похоже на слои луковицы. Чтобы добраться до лука, иногда нужно снять много слоев шелухи. Приходится снимать старые слои, чтобы добраться до хорошего салата или капусты. Возможно, это не совсем удачный пример, но, думаю, вы меня поняли. Если люди находятся рядом с ненавистью, то в них попадают семена этой самой ненависти. Если они проводят время с людьми, не знающими, что такое любовь, то они не научатся любить. Итак, у нас есть греховная природа, ожесточенное сердце, но это еще не все. На этой земле есть существо по имени Сатана. Он назван Богом этого мира и князем господствующим в воздухе. Из Библии мы знаем, что Он падший ангел, и у Него есть свое царство. Царство тьмы. Писание говорит нам, что Сатана приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Сатана лжец и отец лжи. Я не знаю, сколько есть темных ангелов, сколько начальств, правителей и властей духовного мира, но я знаю одно. Сатана есть разжигатель ненависти и замешательства. Я уже говорил вам, что многие воины велись за землю, но еще больше воин ведутся сегодня из-за религии. Вот только подумайте, первым убийством и первым преступлением за пределами Эдемского сада было убийство Авеля Каином из-за пожертвования. Бог принял жертву Авеля, но не принял жертву Каина, и тот из ненависти убил своего брата. Вы только подумайте, это был первый грех за пределами Эдема. А первое убийство было на религиозной почве, если можно так сказать. Сегодня мусульмане сражаются с индусами. Индусы с мусульманами, радикальные мусульмане сражаются с христианами, убивают и обезглавливают их. И по всему миру мы видим такую религиозную ненависть, ну или в лучшем случае просто нетерпимость. Многие люди говорят, я атеист. А скольких атеистов вы знаете, которые строят больницы для нуждающихся, и сиротские приюты кормят людей. Большинство атеистов в Соединенных Штатах Америки участвуют в левых политических движениях. они пытаются изменить культуру и повлиять на консервативные права и законы в стране. Вы видите все эти протесты, сжигание, выступление по стране, и за ними стоит человек, чье имя я не хочу назвать. Я разговаривал с евреями в Израиле, и они рассказывали мне, что этот же человек стоит за многими левыми движениями и негативом в их стране. Он еврей, но при этом не любит свой народ. Это рассказывали мне люди в Израиле, и я хочу сказать, что я понял, есть единственный способ разобраться с ненавистью одного человека к другому. Способ этот таков, через изменение сердца. Нужна пересадка духовного сердца и изменение мышления. Это возможно только благодаря отношениям завета с Иисусом Христом. Скажу еще кое-что. Когда у вас истинные отношения с Иисусом, то вы просто не можете ненавидеть другого человека. Если вы знаете Слово Божие, то могут быть грехи, которые особенно отвратительны для вас. Вы можете думать, ох, да, это ужасно. Почему правительство принимает такие законы? Почему правительство не защищает детей? Почему оно поддерживает аборты и пролития невинной крови? Когда вы становитесь верующим, это не означает, что вы одобряете все неправильные действия. Но если Христос действительно живет в вашем сердце, то вы просто не можете ненавидеть брата другого происхождения или другой динаминации. вы можете быть с ними не согласны, но вы не можете и не должны презирать людей за это. Вы не можете их презирать, потому что они тоже люди, которые созданы по образу и подобию Божьему. Бог так сильно возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного. Иисус сказал, «Если я не люблю моего брата, которого я вижу, то как я могу любить Отца Небесного, которого я не видел?» И у этого человека, у Скорошенбера, была какая-то особая любовь и сострадание к еврейскому народу, которого ожидали страдания. Зная о приближении войны, зная о написании Гитлером книги «Майн кампф» или «Мое сражение», зная о ненависти Гитлера к евреям, его заявление о том, что евреи — это проблема Европы, от которой немедленно нужно избавиться, этот человек будто бы заглянул в будущее, и поэтому спас этих людей, забрав их к себе на фабрику. Напомню, их было 1200 человек. Скажите, что могло побудить его к этому? Я не знаю его отношений с Богом. Я не знаю об уровне его веры. Но если этот бизнесмен мог иметь сострадание и спасти 1200 человек, которые не были из его народа или из его религиозной группы, то насколько больше люди, верующие в Мессию, могут любить людей, чтобы приносить им Слово Божие? любить вдох и помогать им, любить сирот и заботиться о них, любить бедных и кормить их. Иисус не сказал, «Они узнают, что вы мои ученики по количеству денег в вашем служении». Он также не сказал, «Они узнают, что вы мои ученики по зданиям, которые вы строите, или по чудесным собраниям, которые вы проводите». Это то, что важно для нас. Но Иисус сказал, «Они узнают, что вы мои ученики по вашим плодам», то есть по делам, которые вы творите. Этот плод заключается в любви к Богу и в любви к ближним. Дорогие друзья, если бы все наши знакомые, все зрители нашей программы, стали верующими в Мессию и поняли, что Бог любит мир настолько, что заключил с ним Искупительный Завет, то скажу вам вот что, весь мир изменился бы за 24 часа. Войны прекратились бы. Люди научились бы уживаться друг с другом. Вместо убийств и перестрелок они сели бы вместе и поработали над своими разногласиями. Ответ для этого мира — это Мессия, Иисус Христос. Это не религия, хотя христианство и называют религией. Это не религия, а взаимоотношения. Если в вашем сердце есть ненависть, то попросите Бога убрать ее. Возможно, вы были ранены и обижены когда-то. Когда людей ранят, они, в свою очередь, ранят других. Когда людей обижают, они обижают других. Почему бы вам не пригласить Иисуса в ваше сердце и в вашу жизнь? Взрослые люди, пережившие и участвовавшие в войнах разных годов, учат молодое поколение той же ненависти, которая наполняет их сердцем. Одна из причин ненависти — это греховная природа. Когда человек взрослеет, наполняется знанием и пониманием. Вполне возможно, что его сердце становится ожесточенным. как нам говорит Библия. Но Иисус дал нам свои небесные заповеди и основы божественной любви. Только так вы можете научиться любить людей. А еще, только так вы можете попасть на небо. Потому что нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись. Так говорит Библия. Я молюсь о том, чтобы вы приняли это слово с прекрасного кладбища на горе Сион у могилы Оскара Шиндлера. Если бы он мог говорить сегодня, то сказал бы, любите людей. Сегодня мы были с вами на могиле Оскара Шиндлера. Оставайтесь с нами, мы скоро к вам вернемся. Это Пэри Стоун. Я написал книгу, которая, возможно, является самой сильной книгой о духовной войне за всю историю моего служения. Она называется «Пища для демонов». День за днем я просыпался в 3 утра, будучи в городе Тверия, что находится в Израиле, рядом с Галилейским моем. Господь положил мне на сердце написать здесь эту книгу, и я бы хотел, чтобы вы прочитали ее. Она не олимпирована, о величии демонов, а о том, как верующие могут открывать и закрывать двери перед злыми духами. Я расскажу вам, как связаны разные духи с депрессией и подавленностью. Расскажу, как победить духа немощи, который в переводе с греческого значит «дух слабости». Что насчет постоянной борьбы и бесконечных покаяний в одном грехе? Вы снова говорите Богу, «Я больше так не буду». Но перестать вам не под силу. Возможно ли, что дело в духовном демоническом влиянии? Мой ответ — да. Что насчет детей, которых атакуют различные духи? Дух болезни. Я расскажу вам о том, как изгонять нечистых духов из людей. Расскажу вам о трех уроках, которые я выучил во время своих битв. Моя новая книга состоит из десяти глав. Покупая ее, вы получаете в подарок диск «Музыка англ». Ведущий инструмент на этом альбоме — арт. Девять песен помогут вам обновиться и расслабиться. Когда ваши силы на исходе, когда ваше сердце не на месте, послушайте эту музыку. Она поднимет ваш дух, потому что в Ветхом Завете именно звуки арфы принесли освобождение царю Саулу. Моя новая книга «Пища для демонов» и диск «Музыка ангелов» доступны прямо сейчас за ваше пожертвование в размере 30 долларов или больше. Номер заказа FED128. Заходите на сайт Перри Стоун или позвоните по номеру 18821 или свяжитесь с нами напрямую. Не забудьте номер заказа FED128. Назовите этот номер по телефону или напишите мне на почту. Скажу еще раз, эта книга является самой помазанной книгой на тему духовной войны в моем служении. Бог открыл мне слово и я хочу поделиться им с вами. С нетерпением ждем ваших писем. Надеюсь, вы закажете эту книгу. В ней содержится очень важное учение о духовной войне. Она не прославляет демонов, а помогает людям разобраться в сражениях с депрессией, угнетением и духами немощей болезни. Поэтому я решил предложить вам ее. А сейчас я прошу вашего внимания. С 4 по 6 мая я буду служить в Гаминтоне, штат Огайо. Пятница, 16 число, Манстер, Индиан. С 18 по 20 мая я буду служить в Брансоне, Миссури. Кстати, все это будут конференции, а вот 26 и 27 я буду в Майоми, штат Огайо. В гостях у пастора Тони Скотта. Отметьте себе эти даты. С 1 по 3 июня церковь искупления Ноксвилль, штат Теннесси. 11 июня, понедельник, Вимома, Флорида. 13 и 14 числа, Южная Каролина, собрание в городе Симсонвиль. А еще я буду в церкви Тодда Хоткинса. Это будут 15, 16 и 17. Чтобы получить более детальную информацию, вы можете зайти на наш веб-сайт и просмотреть мое расписание. Иногда мы добавляем расписание, новое место, но не имеем возможности рассказать об этом на телевидении, потому что запись делается за благовременно. Хочу рассказать вам вот еще что. Пару недель назад я увидел то, что вселяет в меня надежду об этом поколении. Тысячи молодых людей посетили оба наших Вориор-феста. Сотни приняли спасение, сотни крестились во Святой Дух. Когда вы видите, как молодой человек, неверующий, скептик или наркоман приезжает на конференцию, а потом получает освобождение и огонь Божий зажигается в Его Духе, это ни с чем не сравнится. Если вы принимали в этом участие, то спасибо вам. Пусть Господь благословит всех молодых людей, чтобы они верно следовали за Ним. Не позволяйте никому и ничему увести вас от истины. Знайте, что вас ждет сражение за истину. Поэтому будьте на стороне истины. Если вы будете стоять за истину, то Господь всегда будет стоять рядом с вами. Также я хотел бы с радостью сообщить о том, что в нашу библейскую онлайн-школу записалось более тысячи студентов. В ней может учиться любой, у кого есть компьютер. Зайдите на наш сайт, чтобы больше узнать об этом. я хочу, чтобы вы вместе с моей семьей попали на празднование моего 60-летия, которое будет проходить на море на новейшем норвежском круизном судне. Это будет круиз по Аляске, который продлится с 23 по 30 июня 2019 года. За всей подробной информацией обращайтесь на сайт Paris Stone. Посмотрите, куда мы поплывем. Забронируйте билеты на наш круиз, чтобы попасть на все собрания, на которых я буду проповедовать в этих краях. Вы познакомитесь лично со мной и Пэм.